Какой у тебя был самый счастливый момент в жизни, или самый счастливый день в жизни, или самый счастливый период в жизни? Знаешь, их много. У меня удивительно плавно, что ли, складывается жизнь. То есть с каждым днем, если нормально потрудиться, становится чуть-чуть лучше. И вот эти изменения каждодневные, они не так заметны. И я не могу сказать, что прям вот таким вспышками где-то в жизни что-то случалось, что прям счастье-счастье. Но в то же время таких картинок счастья их же очень много. И начиная с каких-то вот таких простых, когда счастье просто прочувствовала, вот как я рассказывала сейчас, когда я просто выспалась, и все, и вот это счастье. И какие-то моменты из юности, когда просто становится хорошо после того, как было плохо. У меня, например, в юности был такой момент, мы были в байдарочном походе в Карелии, и на байдарках шли, у нас с моим тогда еще первым мужем перевернулась лодка, и его течением уполокло дальше вниз по реке. А мне удалось выпрыгнуть сначала на лодку, а потом прибилось к берегу, там очень бурная река была. И вот минут 40 я вообще не знала, жив ли он. То есть я видела, как его затянуло под воду, и все, как бы дальше я его не видела. И вот когда я его увидела, тогда это был вообще самый важный для меня в жизни человек, мне было там буквально лет 20, я верно, 19-20, то есть такая еще девочка на эмоциях. И вот тогда было счастье. Но в то же время я не вспоминаю такие моменты, которые вот именно прям резко счастливыми были, потому что обычно они связаны с каким-то скорее негативом. Человек чувствует прям вот взрыв счастья, когда, ну грубо говоря, когда было больно. Вот как знаешь, как выплеск эндорфинов при какой-то травме. Сначала очень больно, а потом становится хорошо. И вот часто вот и то, что я про себя знаю, то, что мне какие-то мои клиентки рассказывают, счастье – это выход из этого состояния боли. И я не люблю вспоминать такое счастье. Я люблю вспоминать счастье, которое связано с успехом. Но это не какая-то такая сильная вспышка. Это счастье бывает после каждой консультации, когда я вижу, что вот я с женщиной поработала, она через 2-3 дня мне пишет, что, Катя, ты представляешь, что вот первый раз за последние полгода я смогла бы отдохнуть, у меня отпустило. И вот это счастье. То есть счастье, оно в мелочах. Оно в какие-то моменты, когда понимаешь, что, да, что есть смысл, что можешь что-то сделать. Какой у тебя был самый несчастный или самый несчастливый момент, или день, или период жизни? Ты знаешь, мне сложно вспомнить именно несчастный момент в жизни, да, они были, их было много, чаще всего они, конечно же, связаны с какими-то событиями внешними. Я помню, как я, например, сидела и рыдала с ребенком на руках, когда ему было всего несколько недель, и у меня были сложные роды, у него была родовая травма, у него была там и кривошея, и с тазобедренным суставом были проблемы и так далее. И вот на фоне всей усталости я помню, как я сидела и рыдала. Ну, это был плюс. То, что тогда происходило, это был плюс. Я бы никогда не вложила столько сил в ребенка, вот на ранней стадии, если бы я не понимала, что приперла. Именно благодаря этому мой ребенок получил очень сильный скачок вот в развитии в первые там 3-4 года. Именно благодаря этому 8 месяцев у ребенка, про которого говорили, что как бы вообще все будет очень плохо, он у меня уже ходил. Потому что бесконечные там гимнастики, упражнения и так далее. Я бы никогда в него так не вложила. Я помню момент, было 1 апреля, мы с сыном ехали домой от стоматолога, ему было 3, наверное, было года, 4. И мне позвонила сестра и сказала, что умер папа. Причем папа умер, ну, внезапно именно. Это было страшно, это было больно, это была информация, которая прямо вот упала. И это был очень несчастливый момент в жизни. Но именно этот момент дал мне возможность собраться внутренне и сделать очень-очень сильный скачок именно в работе моей. То есть это дало огромный заряд для того, чтобы двигаться дальше. И вот поначалу, когда сталкиваешься именно с несчастьем, с состоянием несчастья, с состоянием, когда достигаешь дна, и это происходит в раннем каком-то возрасте, в подростковом, например, или в детском возрасте, это страшно, потому что не знаешь, что выплыешь. А потом, со временем, приходит какой-то жизненный опыт, и, ты знаешь, вот сейчас, что бы ни случилось, есть какое-то внутреннее ощущение, что оно к лучшему. Есть ощущение, что выплыешь. И поэтому не страшно погрузиться туда в ощущение несчастья и достигнуть дна, чтобы от этого дна оттолкнуться и пойти наверх, и пойти с еще и дистеренной энергией, используя вот это вот. Поэтому вот сейчас ты спрашиваешь, да, какие-то такие вот несчастные моменты, когда одно состояние несчастья. И они настолько же несчастливы, насколько счастливы эти моменты, потому что именно они дали возможность развиться.